Ну, этот пример на самом деле окажется нехитрым, если просто сейчас мы разберемся, что вот эти все корни означают, когда мы говорим о степенях. Например, когда мы говорим о степенях, что такое корень? Корень, по сути, вот я пишу А с корнем, да? Корень. Если здесь будет степень К, а здесь степень Н, по сути, это означает А в дробной степени, К делить на Н. То есть, корень некой степени – это то же самое, что дробная степень. Вот в нашем примере как раз что получается? В принципе, основание везде одинаковое, мы его оставим. Поэтому у нас получается, по сути, получается вот так. Давай запишем. Вот тут 4 в степени 1 шестая умножить на 4 в степени 1 девятая и делить на 4 в степени 1 восемнадцатая. То есть, мы все запишем дроблями, все в одинаковой форме записываем. Вообще-то, верхние – это тоже корни, да? Но мы не будем корнями. Давай что-нибудь одно – дробями, степени дробями. Если у четверки там под корнем нет степени, это считается первая степень. И все еще в девятой. Скобки стоят и все еще в девятой. Так, ну и вот получается у нас теперь. У нас, по сути, вот так сейчас получается. Это у нас правило. Получается четверка. Четверка. Значит, если мы перемножаем с одинаковым основанием, степень не складывается, а если делим – вычитается. Можно сразу в одну строчку это писать. То есть, получается 1 шестая плюс 1 девятая степень и минус 1 восемнадцатая. И все это потом еще в девятой степени. Так, понятно, да, пока? Вот, но мы, опять же, как в примерах с дробями, да, видишь, у нас дроби тут вылазят. Мы либо сейчас будем дроби к одному знаменателю приводить, там, складывать, вычитать, а потом умножать на эту девятку. Либо мы сразу домножаем на девятку, а потом будем приводить. Но я обращаю внимание, что девятка с остальными знаменателями, в принципе, неплохо сокращаются. Достаточно упроститься выражением, поэтому этим я воспользуюсь. То есть, я сначала умножу. То есть, у меня на самом деле будет 4 в степени. В степени 9 я умножаю на все. То есть, степень в степени – это правило умножения. Поэтому у меня получается тут 9 шестых. Их можно даже, знаешь, как вот писать, наверное, чтобы не было так заморочно у нас. Мы степень отдельно напишем, да? Говорим, что это степень. Степень. Только это еще не ответ примерно, да? Степень получается 9 шестых плюс 9 девятых и минус 9 восемнадцатых. Все, сокращаем. Так, 9 – это у нас 3 на 3. 6 – это 3 на 2. А, девятка и девятка сокращаются. 18 – это 9 на 2. Девятки уходят. И что у нас остается? Так, у тройки уходят. Остается 3 вторых плюс 1 и минус еще 1 вторая. Так? Ну, вот 3 вторых и 1 вторую у них знаменатель общий, поэтому мы можем их отнять. То есть, 3 вторых минус 1 вторая – это 2 вторых. 2 вторых и еще плюс 1. 2 вторых – это и есть единица и еще единица. То есть, это 2. То есть, на самом деле степень у нас 2. Так? И тогда наш пример, я вот так напишу, равно перенес. И как бы между ними я сделал промежуточное действие. То есть, вот видишь, иногда можно как цепочку и по действиям совмещать. То есть, я начал цепочкой, да? Потом я внутри сделал одно действие и цепочку вот так я продолжил. Видишь? Сейчас продолжу. У меня получается 4 во второй. И это 16. То есть, цепочка, цепочка, цепочка. Потом понял, не буду я вот сейчас вот это все цепочкой волочить, потому что это степень же. Я вот отдельно посчитаю. Вот я написал степень, посчитал. Все. И цепочку вот я равно ввел в кружок, продолжил вот на следующей строчке. 16. Понятно, да? Хорошо.